Калючки парнокопытным не страшны. Хвоя для них не только вкусная, но и полезное лакомство. В зимний период оно особенно необходимо овцам, козам, верблюдам, ламам. В елях содержатся полезные микроэлементы, в том числе аскорбиновая кислота, говорят специалисты. Однако вкусы и предпочтения в еде у каждого животного свои. Все животные употребляют елки, просто кто-то любит их больше, кто-то меньше. Верблюды едят меньше елки, чем, например, овцы. Овцы – это самые большие потребители елок из всех наших животных. Благодаря акции «Подари елки вторую жизнь» уже несколько зим подряд животные обеспечены ценными витаминами вплоть до весны. На специализированных пунктах собрано более 22 тысяч деревьев. Эти показатели в два раза больше, чем в прошлом году. Ориентировочно в одном бункере 36 кубов попадается порядка 15-20 елочек. Ну и 8-кубовые, тот, который с мунициплицетов забирает, точно тоже порядка 6-7 в неделю приезжает елочек. Большая часть деревьев отправляется на переработку. С помощью специальной техники древесина дробится в мелкую щепу. Поступают елки на комплекс, далее выгружаются перед дробилкой, дробятся, получается щепа. Все это складывается в биг-беге на временное хранение до весны. Потом все это уходит на благоустройство парков, территорий, клумбы подсыпаются, дороги, муниципалитет, такие как Домодедово, Каширский район, Коломенский район. Измельченная древесина – прекрасный строительный материал. Из нее делают топливные палеты, подстилки для животных, применяют как удобрения, используют для украшения городских клумб и обустройстве экологических троп. Такой спектр вторичного использования лишний раз доказывает необходимость правильного обращения с отходами. За данный период, за эти две недели, уже собрано в два раза больше ели, чем в том году. Поэтому результат мы видим уже намного больше. Соответственно, понимаем, что люди стали подходить к этому ответственнее и ели несут именно в переработку, они просто выкидывают. Елки важно сдавать без украшений и мишуры, напоминают специалисты. Это позволит повысить качество вторсырья и сделать лакомство для животных безопасным. Акция по сбору елок завершится 15 февраля. Ну, а как вкусно, да? Какая вкусная елочка! Полина Бахова, телекомпания Одинцова.